Погружаясь с головой в работу и учебу, многие забывают про заботу о себе. Такое пренебрежительное отношение может вылиться в стресс или эмоциональное выгорание. Это может отражаться следующим образом. Раздражительность, вялость, плохая концентрация внимания, беспокойный сон, приступы страха, постоянное напряжение нервной системы. Именно с целью борьбы со стрессовыми факторами организаторы проекта ArtMed придумали ряд мероприятий с названием «Арт-терапия». Общая концепция как творчество влияет на психоэмоциональный фон, на эмоциональный баланс. И мы, конечно, очень рады, потому что желающих было очень много. У нас образуется такой некий даже коллектив, сообщество, клуб по интересам в университете, где мы поддерживаем друг друга с коллегами и сплочаемся благодаря таким творческим практикам. Рисование акварельными красками является одной из самых распространенных тактик арт-терапии. При этом стоит учитывать, что акварельные краски сильно отличаются от гуаши и масляных красок. Чтобы улучшить результат участников арт-терапии, эксперты из Института дизайна и пространственных искусств сначала провели короткую лекцию по технике рисования акварельными красками, а потом уже участники приступили к выполнению творческого задания. Сначала мы познакомились с историей акварели, а потом мы провели несколько экспериментов, чтобы понять, что это за материал и как он работает, после чего приступили к выполнению нашей основной работы. Сегодня мы рисуем цветы, весенний букет. Это очень приятно и дарит нам массу положительных эмоций. В случае, если вы, как и корреспондент, который делает этот сюжет, не очень умело рисуете, преподаватели ИДП помогут вам дельным советом. Как правильно выставить композицию, как выбрать цветовую гамму и как можно менять интенсивность цвета при помощи воды. Все это участникам арт-терапии объяснила директор школы искусств Эльза Баширова. Акварель – это одна из древнейших техник, но долгое время она была недооценена и превратилась в самостоятельный вид творчества только в конце XVIII века. Сегодня это любимой многими и детьми, и взрослыми, и профессиональными художниками-любителями техника, которая сегодня и нам приносит массу удовольствия в рамках наших занятий. Мы сделали первой нашей группе небольшой подарок. Мы подарили им вот такие вот карточки, это наша работа. Здесь студенты нашего первого курса, это их небольшая задача была. Они брали известную картину и сами интерпретировали известные картины, это ручная графика, получились у нас вот такие вот замечательные открытки. Напомним, что проект «Артмед» проводит мастер-классы и лекции далеко не в первый раз. Ранее преподаватели из Института дизайна и пространственных искусств провели для детей мастер-класс по строению человеческого скелета, а также с коллегами выступили с научно-популярной лекцией на техно-ночи и подготовили мастер-класс по работе с бумагой. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.